Аллею героев у Гомеля открыли в лепени 2013-го. У композиции «Помник воину-вызвалителю», плиты с прозвищами загинувших солдат и офицеров Червоной Армии, а так само стелы с именами героев Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Одны из них – уродженцы Гомеля, и иншие вызначились у боях на территории в области. Герой Советского Союза Фёдор Коченка гэтое звание отримал за проведение диверсий супрыц захопников подчас находжения в партизанском отраде. Его внучка Вольга зараз является студенткой юридичного факультета и марить працавать у следшем комитете. Фёдор Коченка помёр, коли ёй было усяго три годы, а тому об яго боевых позвигах девчина ведая пеш за усё по рассказах батьков. Командовал подрывной группой, в состав которой ходило 5 человек. За время его командования подрывная группа пустила под откос один бронепоезд, 10 эшелонов. Об Великой Ачыны у Гомеля сёня памятують не только иллюзии. Наглядные вежы, якая знаходится на территории Палацево-Паркового ансамбля, до нашего часу заховалися следы от снорадов и куль. Подчас святкования 72-й годовины вызволения Гомеля вежу знову открыли для наведывальников. У администрации ансамбля лечить, что объект будет запотрабованным сирот гомельчан и туристов. Дарэш и сёня вежа одна из самых высоких побудов у городе. Ее вышиня 40 метров, а там он сверху добра башны у весь областный центр. Гомельчане сдолили не только одновить практически полностью разборанный город, а лей зарабили его одним из самых пригожих у Беларуси. В 2007 году, когда закрылась башня обозрения по техническим причинам, было очень много пожеланий, жалоб, почему она закрыта. И на протяжении всех этих лет к нам поступают просьбы, пожелания, когда она откроется. Поэтому я думаю, что она будет пользоваться спросом, потому что это очень оригинальный объект. Центральную идею селетнего святкования 72-й годовины вызволения Гомеля можно сформулировать наступным чином. С пляцовки для боевых деяний Гомель перетворился у пляцовку инновационную, причем у самых разных сферах. Навученцы гомельских школ, например, пропоновали свое бачение Гомеля празд 200 годов. У студентов техничного университета планы не такие отдаленные. Зараз я нараспрацовують специальную программу для мобильных телефонов, якая дозволить ознайомиться с историей Гомельских улиц, якие названы именами героев, а так само непосредно с лесами этих людей. Проект достаточно интересный, ну и достаточно сложный, в принципе, для них оказалось. Потому что ребята второго курса, они еще некоторые технологии не до конца изучили. То есть в процессе изучения они сделали такое-то мобильное приложение. Урочистый сход на день вызволения мероприемство у Гомеля традиционное. Правда, каждый раз организаторы имкнутся заработать его неподобным на попередние. Але при этом обовязково цикавым и запоминальным. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания Гомель.